Всем привет! Опять мы пропали на долгое время, очень сильно извиняюсь, но на это есть несколько причин. Во-первых, тут практически не ловит интернет симочный. Он ловит на улице, а в квартире ловит только на кухне, на окне в определенном положении, а монтировать и выкладывать видео, поэтому не очень удобно. Раньше, как я делала, ложилась в кроватку, поснимаю материал, ложусь в постель и перед сном все монтирую, утро выкладываю, а сейчас приходится монтировать на окне в определенном неудобном положении. Думаю, сейчас проведут нам интернет, тут от телефонного кабеля интернет в этом доме, но никак его все не проводят. Вот уже прошло практически 4 недели. Ладно, об этом чуть попозже расскажу. Ну вот, а время идет, но придется вот в этом неудобном положении монтировать видео сегодня. Все-таки все уже заждались, где мы, пишут в комментариях, и родственники спрашивают, ну где там новое видео, соскучились по нам. Во-вторых, немножко хочу рассказать о мебели. Да, забыла предысторию рассказать. Мы же наконец-то переехали, кто не знает, в новую квартиру и живем тут с 15 февраля мы тут живем. Вот. Так очень быстро получилось в спешке переехать. Документы мы, наверное, подали, ну, примерно 7 февраля. Я же сказала, с 15 февраля, да, все правильно. Документы мы подали где-то 7 февраля, ну, уже окончательные. То есть полный пакет. Мы начали собирать их заранее и потихоньку отсылать уже в довольню. Ну, а полный комплект уже где-то с числа 7-го, вот я вот не помню. И нам практически через 3 дня пришел ответ, что мы должны заехать в квартиру 15 февраля. То есть у нас на сборы там, ну, оставалось буквально 3 дня. А мебель-то мы все еще ничего не покупали. Во-первых, чтобы купить мебель сюда, в квартиру, нам нужно было запросить у джоп-центра денежку на мебель. Вот. А чтобы ее запросить, уже нужно как минимум знать, что мы в эту квартиру точно переедем. Вот мы сюда переехали, уже тут запросили денежку у джоп-центра. Джоп-центр очень оперативно ответил нам. Дал нам, не буду говорить сколько, но вот скажу, что здесь в Швайдфорте в среднем дает 1700 евро на семью из двух человек. И все. И мы как решили сделать? Я знаю, что многие покупают АБУ мебель, но многие, во-первых, на машине. Мы не на машине. Во-вторых, тут в Швайдфорте очень много поздних переселенцев, беженцев. То есть спрос на АБУ мебель очень-очень высокий. И я, конечно, мониторила на различных сайтах эту БУшную мебель, но она либо в не очень состоянии, либо как-то, вы знаете, хочется, чтобы все более-менее в квартире выглядело, и разношерстную мебель тоже не купишь. Во-вторых, она не в самом Швайдфорте, а где-то там в окрестностях так вот раскидана. А мы без машины, просить постоянно знакомых, вот, свозите нас туда, привезите сюда. И вот это все, а крупногабаритную мебель, типа там шкаф, диван, на машине не привезешь. Это нужно уже заказывать какую-то грузовую машину. Это тоже не маленькие деньги. Все такие услуги, такие дорогостоящие в Швайдфорте. Ну, вообще в Германии. Вот, и мы решили все заказать на сайте, всю мебель. На сайте, не знаю как, dryexeluts, правильно сказать. Ну, тут, короче, напишу. Вот. И там, получается, в самом магазине, это сеть магазинов по Германии мебельных, довольно популярных. Вот в самом магазине, если прийти, мебель там дорогая. А вот если сайты заказывают, там бывают очень неплохие скидки. Я вот так сравнивала даже цены на ту же самую мебель. Вот новая мебель, допустим, стоит, ну, шкаф там 170 евро, да. БУ точно такой же шкаф продают, 110 евро или там 130 евро. Но там уже пошорканно, это все-таки БУ. А тут ты вроде все как на сайте заказал полностью. За доставку всего 39 евро. То есть, по-моему, 39, да, но это копейки. То есть, заказал все, там, допустим, на 1500 евро, да, все, что тебе нужно. Заплатил 40 евро и тебе там в течение месяца эту мебель привозят. Ну вот, то есть, доставка всего 40 евро стоит. Ты просто сидишь дома и ждешь, когда тебе привезут. Они еще могут и собрать. Ну, слава богу, у меня Миша рукастый, он все собирает сам. И вот мы заказали эту мебель. Часть мебели нам привезли, такой, не самой необходимой. А часть мебели, задержка у них. В связи с COVID-19, в общем, не могут они так оперативно мебель доставить. Поэтому мы вот уже сидим практически месяц без мебели. Но они наконец-то написали, что примерно к концу, к началу апреля, все, они уже нам окончательно привезут всю мебель. Что мы заказали? Не буду перечислять. Вот, сейчас будет картинка. Вот мы вот, в общем-то, эту мебель заказали, чтобы она еще более-менее как-то друг с другом сочеталась. Чтобы была красивенькая, хоть какой-то минимальный дизайн и вкус в квартире оставался, сохранялся. Вот, и еще заказали на сайте Отто диван угловой в рассрочку. И уже этот диван вскоре поедет к нам. Там на сайте можно отслеживать. В общем, он уже на склад поступил. Его уже собрали. Он уже куда-то там на склад поступил. И вскоре к нам приедет этот диван. И в рассрочку, в общем, мы его решили взять. В общем, заболталась я. Про интернет немножко отдельно потом расскажу. Сейчас я, в общем-то, обзор квартиры сделаю. Извините, я так в попыхах быстро все пытаюсь рассказать. Смотрю, уже 7 минут рассказываю. Блин, ладно, уже пора закрепляться. Еще почему-то ороплюсь. Миша пошел в магазин. Думаю, ты пока тут поснимаешь. Я схожу в магазин, чтобы тебе не мешать. До магазина 7 минут идти. Вот, я уже думаю, он уже дошел до магазина. Как раз сейчас назад пойдет, я все болтаю. Пойдемте смотреть квартиру. Сразу предупреждаю. Я что-то с видео потянула. Думала, сейчас ее обставим. Тут красиво будет. Все эти вещи уберем. Пакеты, чемоданы, которые, коробки у нас тут наставлены. Но, видимо, не получается. До мебели еще ждать примерно месяц. До полного комплекта мебели. Вот. Так что покажу, как есть. В общем, это входная дверь. Сейчас, бутинка. Чик. Вот там у нас подъезд. Мы на первом этаже. Это входная дверь у нас. Это почтовые ящики. Все очень удобно. Это лифт. Ну, лифтом мы не пользуемся. Туда вниз так проходишь. Там у нас, получается, келлер. Ну, сушильная комната. И кладовая. Ну, как она называется? Клетка. Не знаю, как правильно сказать. Такая небольшая кладовка. Обзор на подъезд, наверное, не буду показывать. Ну, может быть, потом как-нибудь более все подробно сниму. Вот. Здесь у нас, в общем-то, главный вход. Представили, что мы зашли домой. И вот она, наша квартирка начинается. Здесь у нас коридорчик. Вот этот коврик нам оставила бывшая хозяйка. Какие минусы в этой квартире? Здесь довольно холодные полы. Потому что мы находимся на первом этаже. И этот первый этаж, он не сильно высоко от земли. Ну, он, блин, не знаю, наверное, на полтора метра отсилен от земли. Поэтому так прохладненько довольно здесь. От пола холод идет. Но мы вот такие носочки носим. Бабушка нам связала. Еще с Россией привезли. А так, в принципе, и квартира довольно теплая. Чик. Вот. Я говорю, бывшая хозяйка нам коврик оставила. Ну, конечно, немножко такой... Не, дизайнерский. Потом его, короче, заменим. А пока пускай лежит. Когда мы заехали в эту квартиру, мы думали, что... Раньше, как компания Довония делала, она обязана... То есть, бывший арендодатель должен был убрать все обои. И Довония клеила сюда просто белые обои под покраску и выкрашивала белый цвет. Ну, мы заехали. В общем, хозяйка бывшая тут обои везде убрала, кроме зала. В зале она оставила. Мы думаем, сейчас они нам наклеить. Все, беленькие стены будут. А мы заехали. А тут все, короче, ободрано оказалось. Все стены были ободраны. И даже в некоторых местах не отштукатурены. То есть, дырки на стенах были. В общем, делайте ремонт, как хотите сами. Мы, конечно же, настроились, потому что у нас денег на обои не было на ремонт. Но мы пофотографировали помещение и вместе с его габаритами отправили в джоб-центр. Джоб-центр нам выделил 80 евро на ремонт, на обои. Ну, их, конечно же, нам не хватило. Мы где-то в общей сложности потратили 150 евро на самые дешевые обои. Почему обои, собственно? Потому что мы бы, конечно, штукатурку предпочли, но это все-таки съемное жилье. Со штукатуркой, во-первых, больше возни, во-вторых, она дороже. В-третьих, когда мы будем уезжать из этой квартиры, нам нужно будет стены все очищать от признаков ремонта. Поэтому обои проще всего просто выбрать их и все. Ну, обоики, видите, они хоть и дешевенькие, но нам понравилось, потому что у них фактура типа какой-то вот серые джинсы. Но так как они дешевые, видите, какой косяк из одной и той же партии, рулон был более темный и рулон был более светлый. И вот мы как-то вот так вот выкручивались, нам пришлось эти куски темного рулона. Видите, тут темные, там, наоборот, посветлее, засунуть туда в углы. Ну, в общем, ладно. Все-таки это временное жилье. Ну, довольно все равно уютненько получилось. Здесь у нас типа спальня подразумевается. Ну, у нас здесь будет гардероб. Сюда мы шкаф поставим, комод. А здесь у нас будет компьютерный стол и диван для гостей. А здесь у нас, видите, хлам, потому что никакой мебели для хранения пока что нет. И вот так вот все в куче наварено, но это временно. Что мы еще сделали? Мы купили потолочный светильник, хотя бы сказать, люстру. Видите, какой у нас дизайнерское решение обоев. Обои, кстати, примерно стоили 7 евро за рулон. А, еще хотела рассказать прикол. Здесь в Германии не существует обоев по 80 сантиметров, по полтора метра, как у нас, да, в России есть. У нас, у вас уже, у нас. Раньше мы покупали такие обои по метру, по полтора метра. Здесь все обои 55 сантиметров. Это, конечно, с одной стороны мы подумали, кошмар. А что такое 55 сантиметров? Ну, что вы представляли? Сейчас у меня душев. Вот, вот. И вот обоина уже кончается. Может быть, на видео кажется это много. На самом деле, ну, вот моя рука. Ну, это, представляете, получается, на вот эту стенку ушло где-то, блин, как бы не ошибиться, ну, примерно 7 полос. То есть, вот на это все мы, в общем, задолбались клеить по 55 сантиметров. Не знаю, честно, почему. Вообще, тут обои, насколько я поняла, в Европе не особо популярны. Может, поэтому, не знаю. Вот, купили шторочки по скидке. Тоже я ездила в этот Драйкс и Люц. Не знаю, как правильно назвать магазин. Хорошие магазины. Там очень много всяко-всячи, но по скидке шторы, гардину. Все вот, в общем, более-менее как-то все сочетается. Пол. Пол здесь очень старый такой, линолеум зашорканный с всякими половинками. Видите, вон, ковры раньше лежали, видимо, у бывшей хозяйки. И такие пятна остались. Там уже выцвел линолеум. А, тут у нее кровать стояло. Вот это кровать, пятно. Ну, так не прикольно, но не знаю. Насколько мы застрянем в этой квартире, ну, как застрянем, задержимся, квартира нам нравится. Может быть, потом полы чем-нибудь застелим. Более прилично. Давайте посмотрим теперь ванну. Быстро включаю свет. Быстро показываю, потому что скоро загудит вентилятор. Ну, здесь вот выключатель. Включаешь. Через несколько секунд, почти минута, наверное, может быть, даже меньше, начинает гудеть вентилятор. Униша пришел. Униша, я не успела снять. Униша. Мы сюда купили также зеркало на этом сайте Drexeluz Drexeluz и вот эту тумбу. Видите, у нас какие двери такие советские, из массива. Коричневые двери и мебель, которую мы заказали, тоже вот как-то под эти двери старались подбирать. Видите, белое, с сочетанием такого же цвета дерева. Ну, хоть более-менее, хоть как-то, чтобы оправдать вот эти двери, цвет которых просто не попад. И здесь вот на этом зеркале вот такие светильнички. Убиралось тут перед видео уже, пыль нападала. И Миша сходил в строительный магазин, купил такой выключатель. И у нас теперь выключается, включается зеркало, потому что, когда мы его повесили, он его подсоединил, все эти вот эти лампочки горели и не выключались, в общем. Пришлось немножко модифицировать зеркало. Ну, собственно, вот. Вот эта мебель, кстати, приехала в течение, наверное, пяти дней после заказа. Ну, после обработки заказа. Но остальное еще ждем. Ну, здесь у нас есть кладовка. Кладовка-прачечная. Вот эту машинку стиральную мы тоже купили. Очень удачно, по акции. Она стоила около 600 евро. А Миша ее за сколько? За 300 взял, да? За 300. Ну, за 300. 50% скидка была. Что мы еще купили? У нас были кое-какие сбережения. Мы купили инструменты. Это типа дрель-перфоратор домашний. Сколько он стоил? По-моему, 150 евро он стоил. Не самый дешевый, но очень крутой. То есть Миша так доволен. Он теперь все тут дрелит и перфорирует ходит. Все уже стенки в дырках. И вот такой набор инструментов. Макитовский. Инструменты 109. Не буду, короче, открывать. Хотя мужикам, наверное, интересно, но нет. Ладно, давайте откроем. Мужчинам, которые нас смотрят, наверное, будет интересно посмотреть на инструменты. Ой, Миша зато какой довольный. Теперь он все с удовольствием ремонтирует. Сейчас мебель придет. Он будет ее просто собирать и кайфовать. Вот такие все красивенькие инструментики. Вот, накупили инструментов. И, собственно, все. Теперь мы с руками. Ну, мы были с руками. Ну, еще теперь и с инструментами. Здесь у нас зал. Но мы это помещение еще будем использовать в качестве спальни. Решили здесь спать. Потому что здесь, мне кажется, уютничаем в комнате. Немножко покажу нашу временную мебель. Это у нас гардероб. Вот видите. Это у нас шифонер. Это комод. Это тумба под носки. Ну, как-то так пока живем. А вообще здесь будет стоять стол. Вот этот. Картиночку сюда вставлю. И стульчики. В общем, место для приема гостей. Вот эта лампа осталась от бывшей хозяйки. Она нам ее продала. Ну, прикольно. Короче, мы ее оставили. А вот этот вот светильник. Тут был тоже светильник. Примерно с таким же дизайном. Но мы его заменили на такой светильник. На видео, наверное, не сильно видно. Короче, там ткань такая под цвет дивана, который мы заказали примерно. Вот как-то так. В общем, минимальными затратами решили хоть как-то все обставить и оправдать вот эти обои. Эти обои остались от бывшей хозяйки. Мы бы, конечно, другие, наверное, какие-то сюда приклеили. Ну, ничего, в принципе, они более-менее смотрятся, если их обыграть. И вот этот коврик мы тоже заказали на сайте. Драйк Сэй Люц. Как правильно его называть? Напишите мне в комментариях. Такой хороший коврик. Он 2 на 3 метра. Ну, он прям прикольный. Он был по скидке. Я его тоже купила, заказала. И он такой пушистенький довольно. Ну, хороший коврик. В комнату надо потом тоже такой же заказать. В комнату кабинет. И вот этот вот еще стол мы тоже заказали на этом сайте. Он пришел, наверное, через 2 недели после заказа. Он тоже встанет потом в ту комнату. А мы пока спим вот на вот этом матрасе. Купили его за 50 евро в строительном магазине. За 40, да? Ну, он довольно высокий. 50 сантиметров от пола. И спать, ну, более-менее как-то вот удобно. Он, правда, скрипит сильно. Слышите, да? И ночью ты, когда переворачиваешься, все просыпаются. И Миша, и я хоть-то, блин, ногу как-то повернула. Он уже заскрипел, и все, короче. Ну, вот как-то так пока обходимся. И вот этот столик нам оставила тоже бывшая хозяйка. Ну, продала. Вот так вот пока живем. Здесь у нас балкончик. На балконе. Не обращайте внимания. Там у нас сокнут подушки, одеяло выветривается. Потому что сейчас довольно сыро в помещении. На улице было холодно, были дожди. И помещение отсырелое. Поэтому постельное белье пока так выносим. Просушивать иногда с утра. Быстренько балкон покажу. Ну, тоже, опять же, не обессудьте. Он у нас еще такой весь неприбранный. Вот этот шкаф тоже от бывшей хозяйки остался. Его нужно в кладовку унести вниз. Столик тоже от бывшей хозяйки остался. Но мы его потом выкинем. И сюда купим нормальную мебель. И еще заменим вот этот вот, не знаю, типа ковролин, как его назвать. Ну, вот это покрытие под газон. Потому что ветер дунет. И видите, что? Хоть заподметайся. Во-первых, очень тяжело подметается. Во-вторых, ветер дунет. И все опять вот в этих листьях, в кохоряшках, в ведочках. Ну, короче, я уже плюнула на него, не подметаю. И думаю, потом мы его заменим на деревянное покрытие. Или деревяль какие-то купим. Ну, или, знаете, вот эти вот из вспененного. Как там его? Да, полиуретан. Короче, покрытие какое-то. Вот. И наш дворик. Потом все заделенеет, красивенько станет. Тут, кстати, птички постоянно пахнут. Пасутся у нас тут под окном. Чирикает. Тут два клана птичек живет. Одни птички вот на той стороне живут. Другие птички на этой стороне живут. И вот эта дорога у них как будто бы граница. И они, бывает, вылезут на эту дорожку и начинают драться. Или кто-то залетит на другую частную территорию. И тоже тут драки начинаются. И ты, бывает, просыпаешься от этих драк. Тут такие крики. Вообще кошмарные. Вот такие временные спартанские условия. Здесь у нас еще такая стеклянная дверь. Почти проверял? А вот это Миша Живомской кирхи служил. И мы когда уезжали, нас задарили всякими подарками. А здесь у нас термометр и как это влажность? И гигрометр. И гигрометр. Миша постоянно смотрит на влажность. Сейчас 40% влажности. А когда утро просыпаешься, окна, двери все закрыты. Бывают до 70, даже до 80 поднимается влажность. Тут прям довольно влажно. Миша все контролирует постоянно. Окна открывает, проветривает. Ну, теперь обзор кухни. Вот эту кухню мы купили у бывшей хозяйки квартиры. Не хозяйки, а у бывшего арендодателя квартиры. Вот так правильно. Ой, арендатель. Дубль два. Вот эту кухню мы купили у бывшего аренд... Дубль три. Короче, мы эту кухню купили у женщины, которая жила на квартире до нас. За 550 евро. Ну, может быть, кто-то скажет, дороговато. Но выбора у нас не было. Квартира нам понравилась. Место Deutsche Hof, где находится квартира, нам очень понравилось. И плюс кухня вот эта довольно большая. Пусть она старенькая, но мы потом разбогатеем, заменим вот эти ручки на какие-нибудь винтажные. И тогда кухонка заиграет. Плюс с этой кухней шла такая старая посудомоечная машинка, которая не работала. Но Миша у меня рукастый. Он ее починил. Вот, починил. Она работает. Единственное, у нас пока не так много посуды. Мы ей не пользуемся. Как только посуду купим, будем пользоваться. Плюс вот эта плита электрическая, она классная. Внутри духовка классная с вентилятором. То есть готовить на ней одно удовольствие. Плюс вместе с этой кухней она продала нам микроволновку. Абсолютно новую. Так что, казалось бы, может быть, дороговато. Но все-таки она функциональная. Большая кухня. Пускай и не супер навороченная и модная. Вот эти шторочки мы тоже купили по скидке. И холодильник тоже купили по скидке в медиамаркте за 300 евро, по-моему. Вот, с доставкой. Взяли, доставили нам. Все, мы поставили. Единственный косяк, видите, немножко на разном расстоянии дверцы. Ну, блин, ладно. Типа 300 евро. Дешманский холодильник, но функциональный и большой. Вот. И вот эта тумбочка стояла в углу. Мы немножко сделали пристановку. Видите? Там непрокрашенная стена. Вот это там сел в шкаф. Я еще хотела показать приколюху. Кто-то живет в Германии. Для них это может быть привычно. Ну, скорее всего, привычно. Потому что это есть практически в каждом доме. Здесь есть такие роллставни. Вот так вот делаешь. На всех окнах. Во всех комнатах. И окошечко закрывается. Миша, а как повернуть, чтобы она полностью закрылась? Здесь никак она полностью не закрывается. Это просто старая довольно. Если не хватает. Если это большая была бы, на уставной, то она бы закрывалась полностью. Когда мы сюда заехали, хаусмастер сказал, что здесь, в этом доме водофон. Первым же делом, наверное, первый или во второй день, мы зарегистрировались на сайте водофона. Сделали заявку. Там на сайте такая форма, что завиваешь. Все, заявочка ваша проходит. В вашем квартире возможно установка интернета водофона. Ну, мы расслабились, ждем. Проходит неделя. А там еще и дату выбираешь. Типа, ближайшая дата. Там, типа, через три недели было установки интернета. Проходит неделя. Нам приходит письмо, что, извините, водофон в вашей квартире поставить невозможно установить. В общем, обращайтесь к другому оператору. Мы звоним бывшей хозяйке. Говорим так и так. Хаусмастер сказал водофон у нас. Она говорит, нет, неверно. У меня стоял ОТУ. ОТСВАЙ. Ну, короче, ОТВА интернет. Мы сделали заявочку на сайте ОТУ. Также все подтвердилось. Могу, да, в вашей квартире реально установить этот интернет от нашего оператора. И ближайшая дата была еще через четыре недели. То есть, мало того, что мы и так прождали неделю, так еще и потом еще плюс четыре недели ждать. Ну, ладно, ждем. Проходит две недели. Миша звонит менеджер ОТУ. Говорит, здравствуйте, Михаил, ну, по-немецки, бла-бла-бла, короче, да, действительно, интернет поставить, установить в вашей квартире реально. Дата, да, действительно, вот, дату, которую вы захотели, мы в этот день приедем. Единственное время уточним уже перед, непосредственно перед приездом. За день, за два. Окей. Проходит, наверное, еще там несколько дней, к нам на почту приходит письмо на электронку, что, извините, в вашей квартире невозможно установить интернет нашего оператора. Вот. Но есть там какой-то другой вариант. Вот, в общем-то, позвоните по этому номеру телефона, свяжитесь с нами, мы вам предоставим какой-то вариант другой. Елки, давай звонить, Миша не может дозвониться, там автоответчик, никто трубку не берет. Он продиктовал свой номер автоответчику, Миша перезванивает, звонок срывается. Ну, там спустя, наверное, день. Короче, это какой-то дурдом, я не знаю. Так везде или так только в нашем доме, или так только в Швайнфурте, я вообще не представляю. Сделали еще две заявки на всякий случай, еще дата установки нашего интернета отодвинулась на, ну, короче, так было, там, 4 недели, в итоге 6 недель, там, где-то там, в середине апреля, в общем-то, установка интернета будет. Ну, это капец. И то нам же пришло письмо, что установка интернета невозможна в вашей квартире, хотя это странно, тут бывшая хозяйка с интернетом, вот доказательства, здесь у нее стояла коробочка с интернетом. С высокоскоростным мы заехали, нет, невозможно. В вашей квартире нет возможности установки интернета, ну, короче, это бред. Хотя тут Wi-Fi включает что-то, везде, повсюду, как раз вот этот вот O2 интернет. Ладно, ждем. Ну, единственный вариант у нас остается, что если вдруг там пары свободной нет, не знаю, по какой-то причине не могут они нам провести свободную линию с интернетом, то мы купим уже, как называется, роутер? Как он? Ну, да, LTE роутер. LTE роутер. У нас есть симка FreeNetFunk, мы вставим эту симку в роутер, где-нибудь на улицу повешаем, ее упакуем хорошо от сырости, от внешних факторов воздействия, и будем пользоваться уже таким интернетом. Потому что на окне это телефон ловит, но телефон все-таки, у него слабая антенна, да, и он плохо раздает. Вот, я думаю, если мы купим такой роутер, установим, засунем в него симку, установим где-нибудь там на улице, антенки, рога выведем куда-нибудь в сторону города, то будем пользоваться тогда таким интернетом. Будет он медленный, конечно, ну, что делать? Вот такой вариант тогда будет. Вот, собственно, обзор квартиры кое-как быстренько я вам рассказала. Не пугайтесь, что у нас так вот все пока страшненько и спартанско. Когда обживемся мебелью, будем заниматься украшательствами уже, надеясь, все будет у нас уютно, красиво. И будем уже приглашать гостей на новоселье. А пока, я же говорила, что мы ездили в Баткисинген, собирались поехать. Мы же, конечно же, туда съездили, встретились с Мишиной и тетей, погуляли по этому прекрасному городу. Город нам очень понравился, очень классный курортный городок. Хоть это было три или сколько уже, четыре недели назад, очень извиняюсь, что не так оперативно все выкладываю. Но, кому интересно, посмотрите нашу прогулку и погуляйте вместе с нами в эти, в те еще спокойные, тихие, благополучные времена. Ладно. А пока что, всем пока, как мебелью обставимся, я обязательно все сниму, покажу. Уже будет поуютно. Ладно, пока, пошлите на прогулку в Баткисинге, перемещаемся. Продолжение следует... Продолжение следует...